Ремезов 1-0 Испытание на старте матча Но надо бросать Тут боялся в своего Попасть Крикуненко Ближний угол Очень прижались Смотрим, как прижались Тут игроки Металлурга Тяжело было обороняться Копылец Филяев И Яронов оборонялись Тяжело было, конечно И вот такой бросок Крикуненко Ближний угол Причем тут Мельчаков Закрал обзор Байчук И 2-0 Притерпаса штанга Шайба заходит Ремезов-Малиновский Могли 3-0 делать счет Зацепился Кузнецов За линию Синюю Ох, момент 2-1 Сам же подобрал шайбу Линию Но на всякий случай Арбитры нам Да, пошли Ланцмены смотреть Значит, по поводу оффсайда Запрос Так что пока Да, гол классно Кузнецов Но тут вот Это нет Тут вот мы у борта Кузнецов Да, как раз таки Входил в зону Это надо с другой камеры Потому что отсюда Понятно, что он не в кадр Не попадает Мы пока посмотрим еще Одно взятие ворот Почему нет Вот, на дальний борт Обращаем внимание Ну, сложно, сложно Тут надо замедление И подбросок Заломаю Заломаю Набрасывает Есть 2-2 Ну, там обзор Закрывали Малютину Сразу два игрока Филяев отмечаем И Смотрите, такой наброс Но там Филяев С смехновым взором На пятаке располагается Вот просто закрывают Все Перед Малютиным Ну да, никто не касается шайбы Просто наброс Но этим набросом Очень опасно Когда вот такой Трафик перед воротами В Слабинчане Тополь Со скамейки выбегал Кунцевич Со скамейки штрафников Там втроем оставались Партнеры 3-2 Гол Ефименко Малютин виноват 3-2 В пользу Металурга Гол Алексей Ефименко Вот момент Шайба прикатывается К голкиперу Почему он вдруг Решил играть Через дальний борт Непонятно Ну ладно Ошли с передачи Ничего страшного Но в принципе Это там не сразу По воротам-то бросок был Он успел занять место ворота Встать, смотри Реагировать мог Но просто попал здорово Я бы не сказал Что он грамотно занял Позит Ну по крайней мере Это не врасплох Бросок Ну да Ну что там Можно конечно Всякое предвидеть Вот момент 3-3 Ошибка Игроков Металурга На своем пятаке Вот такой бросок Смотрим Повтор момента Ну вот здесь Вроде бы да Момент заигран Но не попадают Там игроки Металурга По шаре Вот раз Два И Пожалуйста И получите Кунцевич И залмаешь Рывается Причем Замечу Что вроде бы Сам Кунцевич Заломаю В этой ситуации Подбил ему глюш Кто встретится Шайбой Нет Свои встречаются Не Поличук Ох А вот это хорошо Два в одного Надо бросать Уже все Поздно Передачу Давать Но это все-таки Гол Все-таки Гол Вот я сказал Бросать Но паста Феклистова Какой только На карабане Был Ну и провал Металурга В обороне Видим Ошибка Защитника Ошибка 88 номера Тут на самом деле Главная ошибка Это на смене Ну и вот Феклистов Смотри Как вытаскивает На себя И Защитника И вратаря И пустые враты В карабане Поражает 4-3 Путин Шахтер Заломает Неплохо получилось Филяев Сам пошел Оооо Это красота От Филяева Браво Филяеву Ну будет у него Два ассистента Но честно говоря С этой камеры Тяжело понять Кого записали Видим мы уже Реакцию И празднование Гол Да Но тут вопрос К обороне Да Конечно Борисову Которого Ну просто Венхел Сейчас наверное Кто-то наблюдает За плей-оффом Сейчас хороший момент Был закончился В основное время Но и ответ Тут же Житких Самому нужно бросать Оооо А здесь Мельчаков Мельчаков здесь виноват Как ты считаешь Наверное да Уже 1 плюс 6 у него Что пытается тут А Задисциплинарно Правильно Ну Я сейчас объясню В чем дело Смотрите на главного арбитра В момент Перед броском Житких Он проезжает Вызван его Брас Филяев знает Что он последний Ошибка И Ремезов Житких Брестящий Супер Добрый Житких Но это паз Ремезова Нужно смотреть Любоваться этим пазом Я не ощущение Что Филяев Не знал Во-первых Что он последний Вроде Брест Бросай сам Но он классно Назад отдает На пустые Житких Взломай Вообще В этот момент Он даже не столько Играл Сколько Координировал Вообще Действия своих Партнеров По команде 6-4 10 шайб Мы увидели На 2 Конец Продолжение следует Продолжение следует...